Ощущение большого и великого праздника Дня Победы было особенно заметно уже накануне знаменательной даты. В начале дня 8 мая внимание от главы Десногорска получили те, кому мы обязаны Великой Победой. Совместно с представителями администрации Десногорска и Смоленской АЭС Анатолием Терлецким Андрей Шубин посетил ветеранов Великой Отечественной войны, которые живут в городе Атомщиков. Разрешите вас поздравить с наступающим Великим Днём Победой. В этом году исполняется 75 лет. Мы хотим вам пожелать крепкого здоровья. Александр Четверяков, Василий Куликов, Вера Соловьёва и Октябрина Каноненко. Эти люди – символы Победы и силы России. Для них прозвучали слова благодарности и поздравлений с предстоящим праздником, подкреплённые продуктовыми наборами. Особую атмосферу создали представители поисковых отрядов «Высота» и «За Родину», пройдясь торжественным маршем. Атрибуты предстоящего праздника были заметны и на улицах Десногорска. Горожане присоединились к всероссийской акции «Окна Победы», суть которой – размещение символов праздника в окнах жилых домов и городских организаций, здания администрации, музыкальные школы, библиотеки и спортивных объектов. Как и все учреждения культуры, в этом году мы приняли участие в акции «Окна Победы». И библиотека, конечно же, тоже украсила все свои здания словами памяти, плакатами памяти. А уже 9 мая, пусть без должной торжественности, подобающей празднику, был отмечен День Победы. В память о 75-й годовщине трагических событий Великой Отечественной войны и ее героях прозвучали 75 ударов колокола. Событием стало открытие мемориального огня, который был зажжен от вечного огня города-героя Смоленска. Инициатором идеи и ее воплотителем стал куратор мемориала «Курган Славы», депутат Смоленской областной думы Михаил Лосенко. Церемония зажжения прошла в камерной обстановке в присутствии Совета руководителей предприятий и администрации Десногорска. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна-ТВ Редактор субтитров А.Семкин